Спасибо Евгения! Безусловно, сейчас внимание всей спортивной общественности планеты будет приковано главным стартом Старого Континента. Оба спортсмена, и Полина, и Сергей, вправе рассчитывать на призовые места. Особенно Сергей все-таки сейчас Барнаулец лидер мирового сезона. Шубенков вступит в борьбу в пятницу. До этого пропустит забег первого круга. Начнет выступление сразу же с полуфиналов. Это потому, что наш земляк входит в топ-12 европейского рейтинга сезона. Впрочем, судя по настрою Шубенкова, ему без разницы, кого, когда и кого вгонять. Вот прямо так и заявил. Всех порвать! И с хорошим результатом! Ждать развязки осталось недолго. Пожелаем Сергею и Полине традиционно только побед. Так вот эту самую победу наконец-то дождались поклонники Барнаульского Динамо. Целых три года сине-белые никак не могли одолеть неуступчивых забайкальцев. Это свершилось! По-другому и не скажешь. 3-0 за три года ожиданий. Вот такой итог противостояния против Читы. Правда, это уже не те быки, что были раньше. Но кого это сейчас волнует? Именно отличившихся, именно отличившихся Максим Аксенов, Константин Погребан и Владимир Завьялов. После этого Динамо с четырьмя баллами в багаже идет на втором месте в извечном чемпионате второй лиги «Зоны Восток». На выход небольшой анонс. На 11 августа анонсирован турнир под названием «Оранжевый мяч». Он заявлен в программе празднования «Дня физкультурника», который пройдет в 79 городах нашей необъятной. У нас в Барнауле состязания назначены возле ныне закрытого дворца зрелища и спорта. За чемпионство обещают побороться почти полторы тысячи человек. Возраст строго от 14 лет. Стартовый свисток баскетболисты и зрители услышат в 10 часов 30 минут. На этом у меня все. Эти 200 большие минуты вы провели вместе со мной, Станиславом Сергеевым. Желаю вам позитивного мышления, амбициозных целей, а главного чемпионского настроя. Эстафетную палочку передаю вновь в студию. Евгения? ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...